Крымские обменники ушли в подполье и официально не работают. За какую веревочку теперь придется дергать, чтобы окошечко открылось, расскажет Юлия Крючкова, она в Симферополе. Киоски, где можно было поменять валюту, не работают с 1 января. Поначалу люди не очень паниковали, мол, праздники. Но когда обменники не открылись и 3 числа, у многих возник вопрос, как теперь быть. Все люди ищут в ужасе, что такое, что не работает это. Все люди в ужасе. И куда ни банки не работают, и ничего не работает. Вон у всех спросите. Это ужас. Отныне на полуострове по российским законам обмен валюты разрешен только в банковских отделениях. Но и они закрыты. До 12 января каникулы. Чем связано? Не знаю. Сами обменщики не на камеру говорят, официально работать будут. Правда, для этого придется получить специальную лицензию. А до тех пор половина ушла в подполье. На табличках, где указываются курсы валют, никаких цифр. И все же сдать или купить валюту можно. Для своих обменники работают. И даже новую услугу придумали. Обмен валюты на дому. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский, телеканал Интер Крым.